В последнее время можно услышать, что российский фондовый рынок на локальном максимуме, Сбер на максимуме, Лукоил на максимуме, а это значит расти некуда и не на чем. Такое мнение гуляет в инвестиционном пространстве месяцами. Мы с таким мнением не согласны. Сегодня мы поговорим об одном из многих факторов за продолжение роста российского рынка. Мы проанализируем индекс московской биржи, сделаем свой прогноз и дадим несколько новых инвестиционных идей для покупки акций на ближайшую перспективу. Приветствуем вас на канале, посвященном инвестициям в акции Cashflow, ваш денежный поток. Обязательно поставьте лайк авансом и приходите к нам в Telegram, где мы регулярно обсуждаем важные новости, инвестиционные идеи, разбираем отчеты компаний. Да, и у нас есть чат, где любой желающий может задать свой вопрос. Ссылку вы найдете в описании. На этой неделе индекс московской биржи преодолел отметку в 3300 пунктов и наконец-то вышел из боковика, который длился более чем полгода. Этому в первую очередь способствовали флагманы российского рынка. Акции Сбера достигали 300 рублей, а котировки Лукоэла пришли к историческим максимумам. Вот и возникает вопрос, а что будет дальше? На чем же еще нашему рынку расти? Какие остались драйверы? На наш взгляд потенциал не исчерпан и рынку есть куда расти, а новые драйверы – это дивиденды. Российский фондовый рынок традиционно считается дивидендным. Так сложилось исторически, а весна – это время, когда стартует обсуждение дивидендов компаниями и складывается определенный информационный фон вокруг этого процесса, который достигает своего апогея в летние месяцы во время дивидендных выплат. Этот год может установить очередной рекорд по выплате дивидендов российскими компаниями. Нефтянка, финансовый сектор, металлурги, телекомы, потребительский сектор. Не забудем и про ожидания рынка дивидендов от «Газпрома», от застройщиков и от редомицелирующихся компаний, некоторые из которых могут выплатить накопленные дивиденды за несколько лет. Учитывая экономические реалии текущего года и ряд позитивных предпосылок для нашего фондового рынка в долгосрок, далеко не факт, что дивиденды наших компаний будут направлены инвесторами в инструменты с фиксированной доходностью. Скорее всего, их большая часть будет обратно реинвестирована в рынок. Чем не фактор для роста? Безусловно, высокая ключевая ставка будет тормозить этот рост. Но есть компании, которые только выигрывают от высоких ставок. Например, Московская биржа, которая на этой неделе опубликовала объемы торгов на своих рынках за февраль. Общий объем торгов на рынках Мосбиржи достиг 114 триллионов 400 миллиардов рублей по сравнению с оборотом в феврале 2023 года. Он вырос на 33%. Объем торгов на фондовом рынке в феврале составил 3,9 триллиона рублей. Год назад был показатель 2,5 триллиона рублей. Объем торгов акциями удвоился год-году и составил 2,2 триллиона рублей. В целом, отчет об оборотах торгов у Московской биржи отличный и внушительный рост на всех рынках. Это закладывает хороший фундамент для уверенного роста комиссионных доходов и финансовых показателей в целом по итогам первого квартала. Также отметим, что Наблюдательный совет Московской биржи дал свою рекомендацию по дивидендам за 2023 год. Рекомендуемый размер дивидендов установлен в размере 17,35 рублей на одну акцию в качестве дивидендов за прошлый год. Всего на выплату дивидендов может быть направлено почти 40 миллиардов рублей. Это более половины от чистой прибыли Московской биржи по МСФО за прошлый год. Это больше, чем размер дивидендов, предусмотренный как минимальный в дивидендной политике компании. Доходность намного выше, чем ожидал от Московской биржи рынок. По всей видимости, площадка убедила своими финансовыми результатами и ликвидностью Банк России в способности наращивать показатели, и регулятор дал добро на увеличение дивидендов. Кстати, в канале с сигналами мы продолжаем успешно торговать, и только на этой неделе мы заработали на акциях Магнита плюс 10%, Сургутнефтегаз плюс 12%, а акции ЦИАН принесли нам 15% прибыли. Проверьте сами. Мы опубликовали таблицу со всеми своими сделками. Не тратьте деньги на дорогие подписки, приходите на наш канал, где вся аналитика дается абсолютно бесплатно. Да, и прямо сейчас на канале опубликованы две идеи с потенциалом роста более 10%, ссылку на канал с сигналами оставим в описании. Одним из долгожданных событий на этой неделе стало то, что акционеры нидерландской Яндекс.НВ утвердили реструктуризацию бизнеса и одобрили продажу российского Яндекса консорциуму частных инвесторов. Реструктуризация, в частности, предполагает продажу бизнеса российского Яндекса за согласованную ранее сумму. Решение акционеров ключевое, хотя компании еще понадобится одобрение регуляторов. Сделка разделена на два этапа. Первый должен пройти в ближайшие несколько недель, а второй будет завершен в течение семи недель после первого. Самое главное, что у акционеров нидерландской Яндекс.НВ не возникло вопросов к потенциальным покупателям российского подразделения. В свою очередь, подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ одобрила сделку по продаже российских активов Яндекса консорциуму инвесторов. Новой информации об обмене депозитарных расписок на акции российской компании озвучено не было. Не исключено, что мы ее узнаем уже после завершения всех юридических процедур. Акции следующей компании также интересны для покупки прямо сейчас с Positive Technologies. На этой неделе менеджмент компании снял с инвесторов всю нервозность в ожидании дополнительной эмиссии акций. Positive Technologies завершает разработку политики работы с капиталом. В ее рамках компания устанавливает максимальную величину дополнительной эмиссии акций в размере 15% на каждый двукратный рост капитализации и определяет объем первого дополнительного выпуска акций 7,9%. Планируемая дополнительная эмиссия будет единственной в этом году и учитывает рост капитализации за 2023 год. Рост капитализации до 2023 года в этой или последующих дополнительных эмиссиях учитываться не будет. Расчетная величина дополнительной эмиссии по результатам 2023 года составила 9,78%, но фактически компания планирует выпустить 7,9%. Рынок отреагировал позитивом. Условия дополнительной эмиссии стали намного лучше для текущих акционеров, чем планировалось ранее. Но вместе с тем мы выразим осторожный негатив. Дополнительная эмиссия, хоть и относительно небольшая, остается дополнительной эмиссией, и она ведет к размытию капитала под каким бы соусом ее не подавали. Также кратко отметим и предварительные данные за 2023 год, которые компания опубликовала на этой неделе. Прогнозируемый объем отгрузок по итогам 2023 года составит около 25,3 миллиардов рублей и продемонстрирует рост год к году на 74%. Достигнутый результат укладывается в рамки прогнозных значений руководства компании. Выручка по итогам прошлого года составит 22,2 миллиарда рублей и вырастет на 61%. Чистая прибыль без учета капитализируемых расходов с учетом приходящих до конца первого квартала 2024 года оплат составит 8,5 миллиардов рублей. Рост показателя год к году более чем на 71%. Предварительные цифры выглядят неплохо. Компания опубликует итоговые данные 9 апреля. Рост в ближайшие годы будет обеспечен переходом российских компаний на отечественный софт. Но вопрос в темпах роста. Менеджмент позитивен в прогнозах, но их нужно подтвердить фактическими данными. Компания МТС опубликовала финансовый отчет по МСФО за четвертый квартал и весь 2023 год. Выручка за весь 2023 год составила 606 миллиардов рублей. Рост на 13,5%. Это выше целевого прогноза многих экспертов и аналитиков. Чистая прибыль по году выросла на 67,5%, а вот чистый долг подрос на 14,9% до 441 миллиарда рублей. По итогам года число клиентов экосистемы МТС составило 15,1 миллион и выросло на 11,9% год к году. Компания отметила значительный рост использования продуктов в рамках своей экосистемы по сравнению с 2022 годом. В общем и целом отчет у компании МТС позитивный. Не подвели реклама и финансовый сегмент, которые значительно выросли относительно метрик 2022 года. Компания продолжит развивать свою экосистему, потому что видит эффект на операционные и финансовые итоги работы от комплексного предложения услуг и сервисов своим клиентам. Помимо своего отчета МТС раскрыла информацию о финансовых показателях по итогам года МТС банка, который готовится к выходу на IPO на московской бирже. Выручка банка увеличилась на 36% и составила 91 миллиард рублей. Чистая прибыль увеличилась в 3,8 раза год к году в 2023 году и составила 12,5 миллиардов рублей. Эффект низкой базы, конечно, помог, но темпы роста значительные. Розничный кредитный портфель банка в прошлом году вырос более чем на 30%, до 339 миллиардов рублей. Клиентская база банка на конец 2023 года составила 3,8 миллионов человек. Финансовый бизнес МТС ставит своей задачей продолжение активного роста, оставаясь одним из ключевых драйверов экосистемы компании. Параллельно с предоставлением цифровых сервисов для розничных клиентов в рамках экосистемы МТС, банк развивается как самостоятельный бизнес. МТС банк готовится к выходу на биржу. Точные сроки пока неизвестны, как и оценка и параметры первичного предложения акций. Выход на биржу крупного сегмента бизнеса может помочь раскрыть внутреннюю стоимость компании МТС, а также ее головной структуры, АФК-системы, акции которой тоже интересны к покупке. Друзья, трудно делать видео, не видя вашей реакции. Давайте вместе с вами, общими усилиями, наберем 2000 лайков, что будет отличной мотивацией делать новые видео для вас. Итак, продолжаем, и еще идеи для покупки прямо сейчас. Российские компании начинают поставки свинины в Китай. Пока это не масштабный запуск поставок, а точечные поставки, но компании отмечают. В этом году, скорее всего, в его второй половине можно будет говорить про полноценное возобновление экспорта свинины в Поднебесную после снятия многолетнего запрета. На московской бирже представлены две компании из этого сектора – Русагра, у которой есть мясной сегмент, и Черкизова. В своем последнем финансовом отчете, который мы подробно разбирали в Телеграм-канале, менеджмент Русагра прямым текстом заявил об ожидании полномасштабных поставок продукции в Китай. Это объяснимо. Огромный рынок с соответствующим уровнем спроса. Компании и ранее сотрудничали с Китаем. Рост экспорта говядины и мяса птицы наши компании отмечали в своих отчетах. То есть, логистические и юридические моменты в целом уже обкатаны. В данный момент обе страны завершают необходимые процедуры, и ближе к середине года можно будет оценить потенциал поставок и спроса, в том числе в финансовом плане. Национальный союз свиноводов рассчитывает, что российская свинина в перспективе нескольких лет может занять до 10% всего импорта свинины в Китай. А это рынок с огромным потенциалом и точка роста для наших компаний. Поэтому определенно стоит обратить внимание на Русагра и Черкизова. А как дела у Норникеля в 2024 году? Цены на медь, платину и палладий в текущем году остаются стабильными. Цены на никель оттолкнулись от многолетнего дна и выросли на 16%. Никель на мировых торговых площадках подорожал до 18 тысяч долларов за тонну. Это произошло впервые с ноября прошлого года. Здесь ситуация следующая. Если мировая экономика избежит глобальной рецессии, спрос на цветные металлы может постепенно начать восстановление, а вместе с ним подрастут и цены, что благоприятно скажется на финансовых показателях Норникеля. Но пока об этом говорить рано. Слишком много противоречивых вводных. Учитывая общую стабильность производственной активности Норникеля и высокие затраты, цены на цветные металлы продолжают играть для компании решающую роль. Да, можно рискнуть и купить акции Норникеля на опережение с позитивными ожиданиями масштабного разворота цен на цветные металлы, но риск достаточно велик. Объективно подтверждающий инвестиционную идею информации по Норникель пока не поступало. О начале полноценного восстановления говорить пока рано. Все компании, представленные в этом видео, интересны по-своему, но важно дождаться хороших точек входа, чтобы в них заходить значительной частью капитала. Именно их мы опубликовали в Телеграм-канале. Не забудьте поставить лайк этому видео и подписаться на канал. А также посмотреть наши предыдущие видео, топ-акции для покупки в марте и долгосрочный инвестиционный портфель на 100 тысяч рублей. И напоминаю вам, что у нас есть еще YouTube-канал по крипте, где мы подробно разбираем, как инвестировать в криптовалюту. Ссылка в описании.